с кем воевать собираемся мы не собираемся ни с кем воевать а 2 до 7 2 до 7 метро У нас с Харьковым нет его больше. Всем привет, меня зовут Илья Яшин. В России принят закон о военной цензуре. Один из самых жестких и устрашающих законов последних лет, который поломает жизни многим нашим согражданам. Депутаты называют его «закон о фейках про специальную операцию на Украине». Но суть это не меняет. Авторы документа даже не пытаются скрывать, что их задача запугать и заткнуть рот всем, кто выступает против войны. В чем суть закона? Давайте пройдемся по основным его положениям. Вас могут посадить на три года за публикацию так называемой ложной информации о действиях вооруженных сил. Ну, например, вы публикуете фотографию дома в Киеве или школы в Харькове, которые были разрушены в результате бомбежки. А Министерство обороны говорит, «Мы ни при чем. Это украинцы сами уничтожают свои города. Ваша публикация становится фейком, и наутро с обыском приходят оперативники ФСБ». Также три года можно получить за публичную дискредитацию вооруженных сил России. Например, вы в соцсетях сравнили бомбежки мирных городов с терроризмом. Или критикуете действия армии. Это недопустимо. По новому закону вооруженные силы России безгрешны. Путин отдает приказы исключительно во имя добра и справедливости. Если же кто-то в этом публично сомневается, то он преступник, и место его за решеткой. По сути, власть присвоила себе единоличное право определять, что такое правда об этой войне. И те, кто не принимает официальную версию, публично оспаривает ее, фактически объявляются врагами государства. Закон предусматривает множество отягчающих обстоятельств. И максимальный срок, который вам грозит, доходит до 15 лет лишения свободы. Ну, просто для сравнения. Скопинский маньяк, который похищал и насиловал девочек, получил 16 лет колонии. Ну, то есть, если вы публично говорите про войну то, что отличается от путинского официоза, то рискуете получить такой же срок, как убийца, насильник или террорист. Кажется, это самый безумный и самый репрессивный закон за всю современную историю нашей страны. Закон, кстати, принят стремительно. В течение одного дня он был единогласно проголосован Госдумой, сразу же одобрен Советом Федерации. И не менее стремительно этот закон начал работать. Практически вся независимая журналистика в течение пары суток была просто выжжена напалмом. Ликвидировано радио «Эхо Москвы». Оно вещало больше 30 лет, но было зачищено подчистую. Больше его нет в эфире, удален YouTube-канал, заморожены в соцсети и самой радиостанции, и ее главного редактора, и большинства сотрудников. Прекратил вещание телеканал «Дождь», который собирал миллионы просмотров, рассказывая про войну и предоставляя слово обеим сторонам конфликта. Практически все сотрудники «Дождя» после принятия закона о военной цензуре уехали из России, опасаясь уголовного преследования. Прекратили работу интернет-газета «Знак», русская служба «Би-Би-Си». Заблокированы Роскомнадзором издания «Медиазона», «Репаблик», «Медуза», социальные сети «Фейсбук» и «Твиттер». Идет тотальная зачистка всего живого, что было в нашем медиапространстве. Огромное число журналистов и блогеров улетело из России. Все говорят одно и то же. Этот закон о военной цензуре лишает нас возможности профессионально делать свою работу. Ты больше не можешь объективно освещать ход боевых действий под угрозой тюрьмы. Тебе запрещают называть войну войной. Хотя даже сам Путин периодически оговаривается и забывает, что по официальной версии это не война, а спецоперация. В общем, для журналистов выбор простой. Либо занимайся пропагандой в интересах Кремля, либо заткнись, либо сядешь. Отдельно хочу обратить внимание на подлость этого закона. Вопреки Конституции он фактически имеет обратную силу. Давайте объясню, как это работает. 54-я статья Конституции гласит, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое на момент его совершения не являлось преступлением. Но инициаторам военной цензуры плевать на такие мелочи, как Конституция. Они прямо вводят принцип обратной силы. Например, вы неделю назад написали антивоенный пост в соцсетях, когда этого закона еще и не было. По Конституции вас нельзя за это наказывать. В реальности же дела возбуждают за любой промежуток времени, просто игнорируя базовые правовые нормы. Уже на следующий день после голосования в Думе был составлен протокол на девушку из Костромы Ирину Шумилову. Ранее она провела одиночный пикет. Встала с плакатом, на котором было написано, что неправильно тратить миллиарды на войну в стране, где детям на операции средства собирают через СМС. Теперь Шумилову привлекают к ответственности по новому закону. В протоколе написано, что она, цитата, «осуществляла призывы к воспрепятствованию использования армии России в поддержке мира и безопасности, держа в руках плакат и демонстрируя его гражданам». В деревне Карабаново полиция задержала настоятеля церкви Воскресения Христова Иоанна Бурдина. На сайте своей церкви он разместил антивоенную петицию, а во время проповеди говорил, что нельзя бомбить украинские города. Еще одно дело возбуждено против жителей Кемерово, Максима Мурашко, которому выписали штраф за антивоенные призы в соцсетях и пригрозили тюрьмой в случае, если он снова будет, как сказано в протоколе, дискредитировать армию. В общем, это наши новые реалии, друзья. Беларусь и Северная Корея оказались ближе, чем мы думали. Новое законодательство пишется в самых мрачных традициях произведений Оруэлла, где рабство надо называть свободой, а войну — миром. И сегодня я хочу рассказать о своих личных планах и о том, как я сам буду действовать в этих новых условиях. Вот смотрите, есть три пути. Первый, самый очевидный путь — это эмиграция. Почти все мои знакомые, связанные с оппозиционной политикой или независимой журналистикой, покинули Россию. Я прекрасно понимаю, почему люди уезжают. Они гарантируют себе безопасность, это позволяет им говорить то, что они считают нужным, не опасаясь уголовных дел и без оглядки на военную цензуру. Но мне такой вариант не подходит. Я не могу и не хочу уезжать из России. Здесь мой дом, здесь моя семья, здесь мои корни. И я не готов это все бросать из-за того, что какие-то безумцы решили превратить мою страну в империю зла. Я хочу этому сопротивляться, но не верю, что могу быть эффективен за пределами России. Я убежден, что антивоенный голос звучит гораздо громче и сильнее, когда человек говорит, находясь здесь, в России. Поэтому я никуда отсюда не уеду и буду сопротивляться мракобесию до тех пор, пока у меня есть на это силы. Второй путь — это адаптация к новым реалиям. После принятия закона о фейках я, разумеется, консультировался с юристами и с адвокатом, который обычно защищает меня в судах. Они рекомендовали почистить или вообще закрыть хотя бы на время мои соцсети. Понятно почему. Каждый день с начала войны я последовательно призывал остановить кровопролитие и говорил, что русские и украинцы не должны убивать друг друга. По новому закону это легко можно трактовать как дискредитацию российской армии. Я призывал людей участвовать в антивоенном движении и активнее высказываться против боевых действий на территории Украины. По новому закону этого достаточно, чтобы обвинить меня в воспрепятствовании военной операции, объявленной Путиным. Я публиковал решение Совета депутатов нашего Красносельского района, где выражается протест против войны и содержится призыв к верховному главнокомандующему Путину вывести российские войска с территории Украины. В общем, по мнению адвокатов, на 15 лет по новому закону я еще не наговорил, но при желании нарисовать мне десятку вполне реально. И давайте будем реалистами. Вероятность этого крайне высока. Поэтому юристы советовали удалить мое выступление, призывы и сделать вид, что ничего такого я не говорил. Я этого делать не буду. Не собираюсь затыкать рот самому себе. Не буду отказываться ни от одного сказанного слова. Я не буду унижаться перед негодяями, которые хотят запугать всю страну своими мразотными законами. Я говорил вчера и повторяю сегодня. Русские и украинцы не должны убивать друг друга. Граждане Украины не должны гибнуть под русскими бомбами и спасаться бегством из своих разрушенных городов. Я убежден, что воины российской армии должны защищать свою землю, вместо того, чтобы проливать кровь на чужой. Я против бомбежек Киева и Харькова, Одессы и Николаева. Мне кажется ужасной подлостью отправлять наших сограждан погибать в боях с украинцами. Развязанная Путиным война мне отвратительна. Я буду говорить об этом вслух, находясь в России, какие бы законы не принимала Дума и с какими бы личными рисками это ни было связано. Это и есть третий путь. Мой путь. Каждому депутату, каждому сенатору, который голосовал за этот закон, я хочу сказать одно. Вы позор России, господа. Не секрет, что многие из вас сами в шоке от этой войны. Вы прекрасно понимаете, к каким чудовищным последствиям она приведет. Но ни одному из вас было мужество голосовать против. Я считаю, что ваша трусость равна предательству. Так что каждому из вас я советую взять этот закон, свернуть его в трубочку и запихнуть в собственную задницу. Именно там этой бумажке и место. Отдельно я хочу сказать несколько слов людям, которые постоянно смотрят мой канал и следят за моей работой. Я очень часто получаю от вас в комментариях, в личных сообщениях один и тот же вопрос. Илья, неужели тебе не страшно? Послушайте меня, ребята. Ничего не боятся, только сумасшедшие и фанатики. Я знаю, что такое смерть. Я стоял над трупом моего друга Бориса Немцова, которого расстреляли прямо у стен Кремля. Это была самая страшная ночь в моей жизни. В прошлую субботу я был в колонии у моего друга Алексея Навального. Я видел эти бараки, колючую проволоку, видел вооруженную охрану на вышках и лающих собаку ворот. Тюрьма, смерть, репрессия – все это очень страшно. И не хочу вам врать. Иногда я испытываю такой страх, что у меня леденеют ладони. Но есть вещи, которые сильнее любого страха. Например, самоуважение. Например, честь. Например, чувство долга перед твоими товарищами, которых убили и которых посадили. Например, ощущение невероятной поддержки, которую я вижу от огромного числа людей, которые разделяют мои взгляды. Я прекрасно понимаю, что закон о военной цензуре с большой вероятностью приведет к моему аресту. И честно говорю об этом своим близким, готовлю к этому родных. Откровенно предупредил маму, что может меня ждать в ближайшем будущем. Мы все к этому морально готовимся. И я хочу дать вам всем публичное обещание. Если меня и правда арестуют за то, что я выступал против бомбежек Киева и Харькова, против убийства украинцев, против сотен и тысяч русских гробов, которые возвращаются домой, если меня арестуют за то, что я был против этой братоубийственной войны, я приму это с гордо поднятой головой. Обещаю, что если за мной придут, я буду вести себя достойно. Буду вести себя как патриот России, который сделал все возможное для спасения своей родины от этого национального позора. Я хочу, чтобы мы все научились держать удар в такие вот судьбоносные исторические моменты. Важно понять. Нас, большинство. Я искренне в это верю. Власть создает иллюзию массовой поддержки войны, заваливая в соцсети миллионами злобных и однотипных комментариев от ботов и троллей. Это часть информационной войны, к которой они явно готовились. Но я не могу поверить, что большинство россиян готово оправдывать это безумие. Картина горящей Украины не может восприниматься как норма большинством граждан нашей страны. Запомните, власть не сможет пересажать нас всех. Мы обязаны преодолевать свой страх. Мы обязаны вернуть себе страну и стать здесь хозяевами. Вырывайте этот страх из своей груди и громко, четко говорите «Я против войны!» Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Поделитесь им в соцсетях, активнее комментируйте. Поставьте лайк, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Ну а если хотите поддержать работу канала, становитесь его спонсорами. Ссылка, как всегда, в закрепленном комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok